Русская гуманитарная миссия продолжает развозить книги по Республике Армения. Мы уже успели развести половину. Планируем в самые ближайшие 2-3 дня развести оставшиеся книги. Это где-то 25 школ. То есть из 50 половины мы уже осчастливили. Нам сегодня привезли учебники для русского сектора, которые мы очень давно ждали. Эти учебники нам были очень необходимы, потому что у нас учащихся в этих классах больше, чем в армянских классах на данный момент. У нас были учебники маленькие, очень старые, потопленные. Очень много учеников были без учебников. И учебный процесс, естественно, без учебников это непродуктивно. В каждом потоке у нас по 2 русских класса, в которых в среднем учащихся 30-35 человек. И катастрофически не хватает учебников для этого сектора. Есть у нас классы, которые проходят без книги. То есть книги только в онлайн-формате у нас. И мы мечемся между ксероксами, между принтами. Мучились, писали. Они обычно конструктировали в сетрадях. Учитель терял на это время. А сейчас есть учебники, и дети могут спокойно заниматься. И уровень знаний, я уверена, намного повысится у наших учеников. Первый раз наша школа получила такое огромное количество книг. Было так мало. И всего лишь по одному предмету. Поэтому сейчас у нас это огромное счастье, когда вся школа будет обеспечена учебниками. Мы благодарны российскому правительству и вам тоже, что нам предоставили вот такие учебники, которыми мы на самом деле нуждаемся. Очень благодарны русской гуманитарной миссии, русскому дому и Совету Федерации за такой прелестный подарок. Огромное спасибо вам за поддержку. Это большая помощь и ученикам, и учителям. И, конечно, для родителей это огромная помощь. Русская гуманитарная миссия продолжает развозить учебники по территории Республики Армения. Сегодня у нас очень насыщенный день. Впереди нас ждет 10 школ в Ереване. Нам сегодня привезли большое количество учебников для начальных классов, для средних классов. Все очень нужные, хорошие учебники, в которых мы работаем уже очень много лет. И нуждались в этих учебниках. Наконец-то вот они поступили в большом количестве. И я хочу выразить огромнейшую благодарность за учебники, которые вы подарили нашей школе. Потому что, на самом деле, вопрос стоял очень актуально на протяжении нескольких десятков лет. Нам очень нужны были эти учебники. Нам большая благодарность вам за то, что помогли школе. Мы очень нуждались в этом. В основном работали там с какими-то подсобными методами, использовали, я не знаю, электронные учебники. Учителя разорвались на части. У нас очень много русских классов, в которых мы проходим по российским именно учебникам. У нас старые учебники, вот Веленина, Хаслова, да, эти учебники учились. Те же авторы были, но учебники уже 30 лет им было. Они уже ветхие были, старые, но мы продолжали по ним работать. Поэтому это очень важно. Языки – это всегда прекрасно, и тем более русский язык, который нам близок, очень понятен, почти родной язык. Русский язык был важен всегда для нас, для армии. Большое спасибо Русской гуманитарной миссии, Совету Федерации и Россотрудничеству в Армении. Поздравляем подарки детей. Если мы так рады, ученики больше будут рады. Спасибо за все, за то, что мы сделали для школы. Это большое дело для детей, для учеников. Всем большая человеческая благодарность. Ну что, наступил последний день, когда команда Русской гуманитарной миссии придает учебникам для школ Армении. Последние 10 тысяч книг, последние 10 школ. Ну что, идемте посмотрим, как все пройдется. Слава миру на земле! Слава хлебу на столе! Дорогой наш гость и друг, ты ему не мать! Сегодня нам для нашей школы привезли учебники с 1 по 9 класс. Для нас эти учебники на весь золото. Такого количества книг наша школа лично никогда не получала. В русском секторе у нас проблемы с учебниками. Эта проблема существует, начиная с 90-го года, когда мы последний раз получили учебники для старшеклассников с 5 по 9 класса. Наши учебники изношены до такой степени, что от них можно сказать, что остались корочки. По программе уже не соответствовали. И мы в основном пользовались онлайн-учебниками или при помощи интернета темы давали учителям. Представьте себе, что я всю ночь не могла заснуть, ждала, когда будет это утро, чтобы вы приехали. Все нужно. Это первый такой большой у меня комплекс книг. Дети будут очень рады. Я представлю сегодня, какой будет шквал детей, что узнали о том, что приехали учебники. Мы рады им вдвойне, что получили именно те учебники, которые ждали наши учителя. Большое вам спасибо. Я хочу слова благодарности сказать. Спасибо вам большое. Спасибо. Это такой подарок под Новый год. Ну, даже вот самый-самый богатый Дед Мороз и то бы столько нам подарков не привез бы. Спасибо. И от имени всех родителей, учеников и наших учителей хочу поблагодарить организации, которые способствовали доставлению книг, закупке книг. В частности, Совет Федерации, организация «Русская гунтарная миссия» и «Русский дом». Спасибо вам большое за поддержку и сотрудничество. Русская гунтарная миссия